Это улица Конституции. Она невелика и в жизни города играет не самую большую роль. Чего не скажешь о главном нормативном документе страны – Конституции. И если одноименной улице точно нужно обновление, то нужно ли оно документу, от которого зависит жизнь всего государства? Поправки сырые. В этом уверены многие эксперты, прочитавшие текст. Например, политолог Екатерина Шульман, которая профессионально занимается проблемами законотворчества, считает, что поправки сформулированы юридически безграмотно. Ведь язык закона предполагает, что каждое слово имеет четкое правовое определение. Вот, например. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Не хочется никого ни в чем обвинять, но это, в общем, набор слов. Что такое наиболее эффективное решение задач? Нет такого юридического термина «задача». Нет такого выражения «решение задач». Эффективность тоже не является правовым термином. Население, вульгарное довольно слово, проживающего на соответствующей территории. Это тоже непонятно что. Понятно для алтайских эсеров. Для них важны поправки, предложенные однопартийцами из Думы. Александр Молотов называет среди них, к примеру, ежегодную индексацию пенсий и признание русского языка языком государства образующего народа. Безусловно, там есть и другие значимые поправки. Прежде всего, это социальный блок. Конституция впервые говорит о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума. Это очень важно. Там же речь идет об индексации социальных пособий. Речь идет о социальной ответственности, о социальной политике государства. Безусловно, мы как партия социал-демократическая вот этот социальный блок Конституции поддерживаем. А вот поправки, предложенные коммунистами, не приняли. Например, право частному лицу владеть природными ресурсами никто отменять не будет. В нынешней редакции поправки, по словам Марии Прусаковой, это всего лишь перечисление банальностей, кроме одной. Мы на сегодня выступаем против одной поправки, которая вносится. Это обнуление сроков президента. И мы понимаем, что все остальное это, по большому счету, прелюдия. Для того, чтобы фактически наделить сегодня главу государства возможностью безграничной власти. Но ряд депутатов АКЗС, проголосовавших за поправки, считает, что обновление, наоборот, поможет распределению властных полномочий. Например, Иван Мордовин уверен, уже упомянутое выше включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти – одна из важных норм. Потому что вот в тех нормах, которые сегодня действуют, мы как-то искусственно оторвали местное самоуправление из общей системы государственной власти. И вот сегодня вот эти нормы вообще в целом, которые инициированы президентом, они действительно очень хорошо дополняют и развивают те конституционные нормы, которые уже были. Многие, между делом читая новые поправки, задаются вопросом, если за них уже проголосовали депутаты ЗАГС Собраний и обе палаты парламента, то зачем за них голосовать людям? Юридические поправки уже приняты? Здесь домыслов и мнений быть не может. Известна официальная позиция Центра избиркома. Ведь обновленная конституция… Она абсолютно легитимна, уже исходя из того, что легитимно избранным Государственной Думой и Советами Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов Российской Федерации, двумя третями, тремя четвертями и двумя третями, принято уже этот закон, приняты эти поправки. В этой ситуации, как и в любой другой, лакмусовой бумажкой может выступать бизнес. Предприниматели вряд ли стали бы печатать новую конституцию, зная они, что голосование может хоть как-то повлиять на принятие новых поправок. А так, на сайте видим конституцию с обновленными поправками. Кстати, мы хотели провести опрос, население за поправки или против, но ведь получается голосование и так большой социологический опрос. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.